МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Арбате, например, разместилась богатая выставка-ярмарка художников, мастеров прикладного искусства Северного Кавказа, предприятий и учреждений города. Можно было просто посмотреть на произведения искусства, а можно было приобрести и унести частичку праздника с собой. Неподалеку расположилась фотосушка – мероприятие, ставшее уже традиционным для Армавира. Оригинальную выставку организуют местные фотографы, каждый может принести сюда свой снимок, прикрепить его на бельевую веревку, а себе взять любой понравившийся на память. Здесь же в Центральном сквере работали различные мастер-классы декоративно-прикладного и народного творчества. Все желающие, независимо от возраста, могли поучаствовать в них. Вот здесь, например, работали над созданием гравюры. Очень интересный процесс, надо сказать. Двигаемся дальше. Вовлекательная творческая программа ожидала Армаирцевых гостей города возле театра драмы и комедии. Интерактив 110 лет Армавирскому театру также пользовался немалой популярностью у прохожих, как у детей, так и у взрослых. На улице Кирова в этот день можно было побывать на выставке «Помним героев твоих Армавирх» перекличка «Поколений». В ней приняли участие все городские школы. Еще одна выставка, работающая здесь, это Армаирского краеведческого музея. Сложно себе представить, но учреждению в этом году исполнилось 115 лет. С его историей можно было познакомиться прямо в центре города. Тут же расположилась экспозиция «Победный Армавир». На чудной стороне улицы Кирова расположилась одна из самых ожидаемых, особенно у мужской половины Армавирцев ретро-выставка «Автомота-мода». Собрало мероприятие более трех десятков участников в различных номинациях. Выбрать лучшего из лучших предстояло зрителям. По итогам состоялось награждение. Победители и призеры получили грамоты и ценные подарки. Одним из знаковых событий в минувшие выходные стал и крестный ход от Свято-Никольского кафедрального собора к Центральной площади, приуроченный ко дню рождения города. Возглавил его епископ Армавирский Лобинский Игнатий, а участие приняли сотни местных жителей. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Памятник летчику-инструктору и курсанту появился в Армавире, разместил сауну входа в летное училище. Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье 15 сентября. На нее прибыли многочисленные гости. Установить памятник в честь выпускников всех поколений предложили ветераны летной службы. Они обратились к главе города Андрею Хорченко с ходатайством об увековечивании памяти исторического события, создании Армавирской военной авиационной школы пилотов. Сегодня любить родину, ценить то, что нам передано нашими старшими, нашими ветеранами, наверное, это самое главное. Мы с вами находимся в историческом месте города Армавира, место, которое во все времена по праву и сегодня является визитной карточкой города Армавира. И мы, уже чуть постарше, я уверен, ребята, молодое поколение, знаем наши визитные карточки города, ими гордимся. И я хотел бы сегодня сказать, что молодые ребята, и я в свое время, каждый из нас мечтал быть курсантами, выпускниками данного летного училища. Летное училище – это знаковое место для города. Школа пилотов появилась здесь в 1940 году и подготовила тысячи военнослужащих, среди которых участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, России. Новый объект напомнит жителям и гостям города о боевых традициях Армавира. Это символичное место для армавирцев, потому что здесь в августе 1942-го проходила последняя линия обороны города Армавира. И последние бои защитников города состоялись именно здесь. Именно отсюда двумя колоннами защитники города, уже будучи в полном окружении, они отступали под давлением фашистов. И тот, кто знает историю, а историю города должны знать все, именно здесь состоялось ключевые сражения Армавира-Майковской оборонительной операции, в результате которой немцы не смогли взять ТОПС, а значит и в войну не вступило турецкое государство на стороне фашистов. Скульптурная композиция отражает один из эпизодов летной подготовки. Летчик-инструктор и курсант перед вылетом отрабатывают полетное задание у самолета. Наша молодежь, наши курсанты буквально через какое-то количество лет, они учатся пять лет, закончат училище, уйдут в жизнь, попадут в строевые части, пройдет десятки лет, оглядываясь назад, у них будет много командиров. Командиры звеньев, командиры эскадрильи, полков, дивизий, армии и даже будут командующие военно-воздушных сил и главком. И возможно не все эти фамилии они пронесут через жизнь свою и вспомнят о них, но одну фамилию или несколько фамилий, это первого своего летчика-инструктора и следующий, который будет переучивать на другие типы воздушных судов, они будут помнить свою всю жизнь. Напомню, строительство объекта велось за счет общественных организаций, армавирские соколы, ветерана ВАОЛ и ВВС РФ. Также здесь была благоустроена прилегающая территория. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей армавира. Межрегиональный студенческий фольклорный фестиваль «Молодежь будущей России» состоялся в Армавире. Традиционно проходит он в период празднования Дня рождения города и собирает коллективы из многих регионов нашей страны. География участников с каждым годом расширяется, многие приезжают к нам не впервые, есть и новички. В 2019-м ими стали гости из республики Ингушетия, городов Москва и Энгельс. Хотелось отдельные слова благодарности сказать Армавирскому государственному педагогическому университету, которые приняли участие в подготовке фестиваля. Хочу, конечно же, отметить тех организаторов, которые стояли у истоков. Это Елена Васильевна Черепова, Галина Федоровна Сиркисян, Рушанович Вартумян, ну и, конечно, которого с нами, к сожалению, не стало, Павел Федорович Патрикеев. Они стояли у истоков этого фестиваля. И благодаря их усилиям уже 19 лет этот большой фестиваль собирает различные республики и дает ребятам не только выступать и дарить праздник горожанам нашего города, но и между собой общаться, создавать межкультурное общение, налаживать связи, которые потом превращаются в что-то большее. В этом году, кстати, фестиваль проходит в 19-й раз. Его история неразрывно связана с нашим городом. Так, впервые он состоялся в 1999-м в Нальчике. После двухлетнего перерыва прописку межрегиональный студенческий фольклорный фестиваль «Молодежь будущей России» получает в нашем городе. Здесь он проводится с 2001-го года. Хотел бы отметить, что в прошлом году я участвовал в конкурсе всероссийском, в котором представлял фестиваль и в городе Москве среди руководителей по делам молодежи. И именно наше мероприятие помогло мне занять второе место в России и доказать, что сегодня, наверное, государство российское, наш город Армавир, уделяет большое внимание межкультурному взаимодействию. Ведь сегодня это, наверное, самая главнейшая задача перед любым государством объединиться национальности, которые живут на территории их регионов, на территории всей страны. Его знают, любят и ждут местные жители, ведь это настоящий праздник, где можно увидеть самобытную культуру народов, населяющих нашу страну. Яркие костюмы, яркие танцы и песни, разные виды и жанры. В этом году фестиваль «Молодежь будущей России» проходил в течение трех дней 13, 14 и 15 сентября. Его посетили тысячи горожан и гости Армавира. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новости Армавира.